Всем привет! Сегодня я хотела бы рассказать о стерилизации инструментов в студии красоты Грива. Хочу показать, как стерилизуются инструменты, какими препаратами и концентраторами стерилизуются инструменты, что мы вообще делаем. Что касается стерилизации, я к ней отношусь очень щепетильно, и мне кажется, что в сфере индустрии красоты, будь то маникюр, педикюр, волос, ну про медицину я вообще молчу, все должно быть идеально чисто, блестеть, сиять и обрабатываться. После любой из стрижек, после укладок все наши инструменты замачиваются в специальном растворе, который у нас в студии, я не знаю, по-моему, где-то раз в три или в четыре дня позволено его разводить и не менять, могу ошибаться, мы его меняем каждый день. То есть вечером мы замачиваем инструменты, утром мы их промываем, выливаем и разводим новый раствор. Это раствор ламинола, всем прекрасно известный, везде инструменты обрабатывают ламинолом. Вот такая специальная у нас мисочка, в ней вот так лежат инструменты, вот расческа после укладки и расчесывания, также в ней обрабатываются зажимы, в ней также обрабатываются в этой жидкости брашинги, массажные расчески. После того, когда инструмент полежал в ламиноле, мы его обязательно промываем под проточной водой. Расчески, зажимы, после этого инструменты все обязательно протираются сухим новым полотенчиком, ну, я имею в виду чисто. И инструменты закидываются в стерилизационную ультрафиолетовую лампу. Вот уже видно, да, в лампе есть расчесочки. Сюда это все закидывается и в течение нескольких часов здесь стерилизуется. После того, как инструмент прошел необходимое количество времени стерилизации в эф-лампе, мы распределяем это все по индивидуальным пакетам. Ранее мы стерилизовали, и все пакеты у нас были вот такие вот целлофановые. Разный набор. Здесь набор просто для укладки, здесь набор для стрижки. Вот если вы обратите, вот так они выглядели. Но мы сейчас уходим от целлофановой упаковки и перешли на более экологичный вариант упаковки. Это крафт-пакеты бумага. Крафт-пакет выглядит так. Здесь запакован инструмент для стрижки и укладки с такой вот наклеечкой. О том, что была произведена стерилизация, просто так ее никто наклеить сюда не может. Если мы откроем пакет, отсюда достается полный набор инструментов. Каждый мастер стерилизует инструмент себе сам, раскладывает все по упаковочкам. И в начале дня подписывает там Оксана стрижка, Фаина укладка. И они знают, здесь набор для стрижек, набор для укладок и чьи-то наборы. Они сами за ними ухаживают, сами за ними следят. Вот у меня набор для стрижечки. Перед клиентом мы открываем этот набор. И перед клиентом мы еще дополнительно этот набор и металем обрабатываем. Происходит обработка инструмента перед клиентом. И происходит обработка рук. Это обязательное условие. Если вдруг в процессе работы у мастера упала расческа. Мастер никогда ее сам не поднимает. Это делает помощник администратора или администратор. Мастер идет в стерилизационную лампу. Или же есть у него дополнительные наборы. Вскрывает новый пакет. Берет оттуда новый инструмент. Обрабатывает его. И начинает работать с клиентом дальше. Мастер куда-то отлучился на одну минуточку. Если он обратно возвращается, обязательно перед клиентом. Также обрабатывает и металем свои руки. В принципе, наверное, про обработку это все, что мне хотелось рассказать. То есть все инструменты у нас обязательно замачиваются в ламиноле. Обязательно промываются под проточной водой. Убирается лишняя влага чистым одноразовым полотенцем. После этого заказывается в УФ ультрафиолетовую лампу. После ультрафиолетовой лампы расфасовывается по пакетикам. Подписывается, закрывается, наклеивается наклеечка стерильно. Перед клиентом пакетик открывается. Достается инструмент. Инструмент перед клиентом обрабатывается и металем. И руки перед клиентом обрабатываются и металем. И мы приступаем к работе. Если есть какие-то вопросы, задавайте. С огромным удовольствием вам отвечу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!